Радиостанция 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 Приветствую! Рассмотрим радиостанцию Voxel MR850 В качестве походной радиостанции Зачем вообще брать с собой в поход рацию? Чаще всего в походных условиях не принимает сотовая связь Если вы хотите каким-то образом связаться друг с другом расходясь на какие-то определенные расстояния то вам остается надеяться только на радиостанцию Рации Voxel MR850 работают по стандарту PMR То есть они выходят на связь на частоте 446 МГц В комплекте идут сразу две такие радиостанции Кроме того, эти радиостанции комплектуются зарядным стаканом в которые можно поставить сразу две радиостанции подключить блок питания в сеть 220 вольт и заряжать штатные стандартные аккумуляторы В комплект идет два аккумулятора Мощность аккумулятора 600 мАч Аккумулятор по сути представляет из себя в корпусе вместе соединенной 4 мизинчиковые аккумуляторы Это видно Устанавливается аккумулятор с задней стороны радиостанции Закрывается крышкой защелкой Дополнительно в комплект идут клипсы Кроме этого, в комплекте есть гарнитуры проводные гарнитуры которые подключаются сбоку на радиостанцию Рассмотрим плюсы такой радиостанции Во-первых такая радиостанция имеет достаточно строгий профессиональный внешний вид То есть она выглядит как настоящая хорошая радиостанция но при этом она очень компактная Спокойно помещается у меня в руке Антенна сильно не выступает Весит радиостанция совсем немного Идеально подходит просто в качестве средства связи Каких-то любительских радиолюбительских функций здесь нет Удобно и то что в комплекте идут сразу две такие радиостанции причем стоимость этих радиостанций очень небольшая Я покупал достаточно давно уже несколько лет у меня в эксплуатации эти рации Стоили они буквально около 2000 рублей за две радиостанции Вместо стандартных аккумуляторов можно установить обычные мизинчиковые батарейки или такие же мизинчиковые аккумуляторы Для этого мы выключаем радиостанцию вынимаем штатный аккумулятор в соответствии с полярностью устанавливаем батарейки то есть вы всегда можете заменить штатный аккумулятор на батарейки либо на аккумуляторы которые можно купить практически в любом магазине установил мизинчиковые батарейки включаю все работает прекрасно удобно удобно и то что радиостанция имеет кнопку вызова вы можете нажать кнопку КЭЛ посылается сигнал который принимается на всех аналогичных радиостанциях настроенных на один и тот же канал при этом еще имеется функция вибровызова то есть как на телефоне станция вибрирует при приеме сигнала вызова большой плюс этой радиостанции в том что ее можно использовать даже не имея радиолюбительской категории без какой-либо лицензии и при покупке этой радиостанции ее не надо нигде регистрировать купили и как сотовый телефон сразу пользуйтесь ну естественно никаких сим-карт то есть бесплатно говорим в пределах зоны досягаемости этой радиостанции о недостатках эти радиостанции в соответствии со стандартом PMR маломощные всего пол ватта то есть радиус действия этой радиостанции весьма ограничен кроме того эта радиостанция не обладает какой-либо существенной влагозащитностью небольшой дождик она выдержит в случае сильного ливня ее желательно убрать под одежду либо в рюкзак если вы ее утопите ну не знаю результат непредсказуемый скорее всего она будет работать после того как вы ее просушите но она воду пропустит в себя то есть нету защиты против погружения в воду собираются такие радиостанции в Китае качество сборки в целом самой радиостанции меня устраивает плотно все скручено нигде не скрипит но гарнитура которая шла с этой радиостанции в принципе я ее вообще не использовал она лежала просто в ящике но через примерно год лежания в ящике она развалилась та часть где микрофон даже мы ее вообще не трогали он сам по себе развалился на две половинки то есть гарнитура здесь вообще не функциональна ее использовать никак не получится антенна является несъемной вы не можете скрутить антенну то есть заменить на более качественную антенну не получится придется довольствоваться короткой антенной либо в интернете можно найти варианты переделки когда просто спиливают верхушку антенну и антенны впаивают туда штырь также штатный аккумулятор мало емкости всего 600 мАч но всегда можно докупить мизинчиковый аккумулятор больше емкости в частности 1100 мАч в качестве недостатка можно отметить и то что радиостанция работает с фиксированным набором каналов вы не можете выйти на произвольной частоте хотя в принципе где-то в лесу вам это и не нужно но каналов всего 8 если вы находитесь не в лесу а где-то в густонаселенном районе и многие пользуются подобными радиостанциями для связи то возможно все 8 каналов будут забиты то есть вам будет сложно выходить в эфир вы будете слышать кого-то другого еще один недостаток этой радиостанции это клипса для крепления на ремешке форма клипсы в виде якоря крепится на ремень следующим образом зацепили одели висит она хорошо то есть с ремня она никуда не денется а вот снять из-за этого якоря ее проблематично он цепляется к ремню тянем вверх он не снимается то есть здесь надо аккуратно подбивать тогда мы снимаем эту радиостанцию с ремня рассмотрим основные функции данной радиостанции сейчас у меня она заблокирована внизу отображается замочек для разблокировки нажимаем клавишу лук держим замочек исчез радиостанция разблокирована чтобы сменить текущий канал нажимаем однократно клавишу меню стрелками вверх-вниз мигает текущий канал стрелками вверх-вниз меняем номер канала клавиша вызова принимаем кроме канала можно сменить субканал вверху нолик для этого два раза нажимаем меню меняем субканал приняли если сигнал связи слабый вы можете прослушать эфир отключив шумоподавитель для этого нажимаем и удерживаем клавишу моно слышим помехи если будет какой-то сигнал но вы его услышите но опять-таки качество будет очень плохое для вызова собеседника нажимаем клавишу кэл радиостанция посылает сигнал вызова который принимается всеми радиостанциями работающими на том же канале и на том же субканале то есть это не как в сотовом телефоне вы вызываете конкретного абонента здесь вы посылаете сигнал всем поэтому имеет смысл использовать данную функцию только если у вас две радиостанции то есть вы связываетесь знаете с кем вы связываетесь в противном случае все-таки лучше использовать позывные в качестве позывного можно выбрать даже имя того человека которому вы хотите выйти на связь никаких официальных зарегистрированных позывных здесь не требуется для того чтобы осуществить передачу нажимаем клавишу вот боковую удерживаем эту клавишу и говорим отпускаем передача завершена громкость регулируется ручкой сверху до щелчка выключения радиостанции аналогично включение данной радиостанции имеется функция сканирования каналов для этого нажимаем удерживаем кнопку меню нажимаем кнопку вверх отпускаем кнопку меню отпускаем кнопку вверх видим меняется канал от 1 до 8 если на каком-то из каналов появляется сигнал сканирование остановится вы сможете прослушать этот канал принудительно остановить сканирование можно допустив опять меню нажав Есть еще одна малополезная функция. Если нажать и удерживать клавишу меню, то включается секундомер. Нажимаем вверх, запускаем секундомер. Еще раз нажимая вверх, мы приостанавливаем секундомер, можем продолжить. Клавиша вниз, бросаем на ноль. Выйти из секундомера, нажимаем и удерживаем клавишу меню. Чтобы заблокировать радиостанцию, нажимаем и удерживаем клавишу лук. Появляется замочек на экране. Во время блокировки не работают клавиши вверх-вниз, меню, сканирование. Но работает клавиша вызова, работает ручка регулировки громкости выключения, работает клавиша вызова. То есть вы можете работать с радиостанцией, но не сможете сменить настройки. Это удобно, если вы даете радиостанцию человеку, который не имеет достаточно навыков работы с этой радиостанцией. Какие можно сделать выводы? Данная радиостанция Voxel MR850, либо аналогичные радиостанции, которые мало чем отличаются как по качеству, так и по функциям, хорошо подходят для путешественников, рыболовов, в том случае, если вы разделяетесь и расходитесь на небольшое расстояние, скажем, в радиусе километра. Если вы расходитесь на большие дистанции или хотите связаться с внешним миром, выйти на связь с МЧС, вам лучше использовать любительские радиостанции, которые вам смогут позволить это сделать. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok